Сейчас уже полторы секунды и лахтарики. Там приехали эти, оттуда, из Крыма, там все, тетушки видели, группу людей, уже люди боятся в оранжевых штучках, вы хотите снег убирать, потому что их тоже считают тетушками. Не верите слухам, не верите слухам, все под контролем. Есть и разведка, и контрразведка, но самая приятная новость за вчерашний день. Вы знаете, что на территории Творца спорта сейчас размещено большое количество милицейских подразделений, потому что их сюда привозят. Страна голая, сейчас можно возле любого ларька бить людей по башке палкой, и ты позвонишь в милицию, а там будет как в такси, знаете, да? В вашем районе машин нету. Так вот, национальный олимпийский комплекс, НСК Олимпийский, была задачей и целью власти после сегодняшнего матча Лиги Европы между Динамо Киев и Рапидом, а оставить там огромное количество милиции, которые должны были здесь, там, возможность проводить зачистки, что у них в голове никто не знает. Так вот, весь коллектив НСК Олимпийский до единого человека сказали, если здесь после футбольного матча останется хоть один мент, мы пишем заявление об уходе, кладем его на стол, и не ожидая, когда его рассмотрят, покидаем территорию НСК, что хотите с этим стадионом, то и делайте. Это низкий поклон людям, которые, рискуя остаться без работы, на сегодняшний день оставили ментов без крови. Это очень здорово. Вы знаете, что в России есть две беды, а у нас один. Проблема вот такая у нас родилась. Там Владимир Владимирович Дмитрий Анатольевич, у нас Виктор Федорович. Я понимаю, что вот с таким количеством народу, а с утра будет еще больше, на воскресенье, я думаю, что уже достали всех так, что мало Киева будет для того, чтобы привезти всех, кто пришел и сказал, мы здесь, потому что мы не хотим ни уважения к себе. Мы здесь, потому что мы хотим жить в стране, где учатся наши дети, и потом идут ни в менты, ни в прокуратуру, ни в суд, а занимаются делом, и могут стать кем хотят, если они много и тяжело работают. Мы здесь, потому что мы не быдло, и мы не козлы. Мы здесь, вне зависимости от того, говорим мы на русском языке или на украинском, в какую церковь ходим, если ходим, в какого бога верим, если верим, агностики, мусульмане, все кто угодно, мы один большой украинский народ. С нами сила, с нами Бог, с нами вера, и все у нас будет хорошо. Спасибо огромное. Руслана, кстати, когда просит фонарики достать, она просто проверяет, какое количество людей с айфонами здесь, если здесь народ с деньгами, да? А у меня старый телефон, но я могу тоже зажить. Нет, для меня не имеет значения айфоны, для меня только имеет значение, чтобы они съедали наши батарейки, вот и все. Это для нас символы, это для нас символы абсолютные. И это подобает, это просто, вот и все. Я без поясницей роблю, просто подобает. Но не все дали еще айфонарик и приготувалися. Оператори, снимайте их. Это имидж Украины. Еще не умерла Украина ни слава, ни воля. Еще нам, братья-украинцы, усмихнется доля. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Доброго ранку, Фрейд 2811. В имя Отца и Сина и Святого Духа, аминь. Отче наш, что есть Сын на небесах, нехай святится имя Твое, нехай прийде Царство Твое, нехай будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насушный дай нам сегодня, и прости нам про вины наши, как и мы прощаем у винуватцям наших, и не введи нас у спокусу, а визволи нас от Лука Бога. Богородице Діво, радуйся, благодатна Мария, Господь с Тобою, благословенна Тими жінками, благословенний плід лона Твого, Бо Ти породила Христа, спаса и избавителя душ наших. В имя Отца и Сина и Святого Духа, аминь. В имя Отца и Сина и Святого Духа, аминь. В имя Отца и Сина и Святого Духа, аминь. Слава Иисусу Христу. Слава Украине. Помните, я вам сказала, что батько и сын, который служит на внутренних войсках, хочет что-то сказать. Я хочу, чтобы вы подошли, представилися и сказали. Украинцы, люби мои, слава Украине! Так вышло, что я разом со своим сыном, фактически, мы стоим по разные стороны баррикад. Но я знаю, я держу с ним связок, я знаю, что он никогда не поднимет руку на народ. Так вышло, что дитину забрали в баскудні внутрішні війська, в новой новой НКВС. Была такая ситуация. Хочешь служить, значит узнают, если хочешь служить, не берут, чтобы ты платив гроши. Не хочешь служить, узнают в військоматі. Значит тебя отправляют служить, чтобы ты снова платив гроши. Понимаете, такая ситуация. Хочешь, не хочешь, все равно платив грошей. И вот так дитину забрали. Меня просила мата его. Она зареплачивает на целый день, когда на работе, висит на телефон, на радио ФМ, а вночі на телевизоре с кормоментом. Чтобы я не нашкодил. Я прошу цих хлопців, а особливо їхніх батьків, приезжайте. Станьте живим ланцюгом перед своими детьми. Діти, 18-річні, 19-річні хлопці, яких ще не має життєвого досіду. Там йде сильна обробка цих людей, цих хлопців. Хто служив в радянській армії, знає, як працювали замполіти в радянській армії. Як вони обрабляли за два роки, а кого в морфоті за три роки. Хлопців, які йшли з дому українцями, верталися, бог зна ким. І комсомольцями, і комуністами, і добровольно йшли, писали заяви на Афганістан і тому подібне. Сьогодні не Афганістан, сьогодні є мирна Україна. Ми були у нього на присяги, ми були півроку, як він відслужив, вже служив 8 місяців. Ви знаєте, дали хлопцям чоботи, які в літі жарко, а в зимі холодно. Ми купили йому чоботи, і літні з сіточкою, і купили зимні, які утеплені на цегейки і тому подібне. Ми навіть до того тоді йшло, що купили палкотримач, бо він був пірваний, і їм не давали, щоб він нормально виглядав татадина. Тому що патрулювали місто, дійсно, треба патрулювати, щоб злочинців і тому подібне, і тому подібне, всякі бувають ситуації зловити. І просто я ще звертаюся до цих командирів. Ви би своїх синів поставили...